всем привет с вами сид и сегодня мы начнем проходить игру под названием the awesome adventures of captain spirit удивительные приключения капитана спирита это это некое сюжетное ответвление от второй части life is strange во второй главе мы будем встречаться с играя за братьев встречаться с главными героями этой игры вот игра мне очень нравится но и я почему-то только вот недавно узнал что есть ответвление такое и тут же решил его осмотреть ну что ж давайте начнем если не смотрели то можете найти прохождение у меня на канале второй части life и strange я оставлю в описании ссылку на плейлист кстати говоря в игре используется лицензионная музыка поэтому я буду заменять ее на какую-то не лицензионную сожалению он 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 Субтитры сделал DimaTorzok Что это за планета? Не знаю, мы еще здесь не были. Может быть мы на краю вселенной? О, круто! Давай поищем инопланетян. Эй, земля задрожала. Эта планета хочет нас съесть. Нужно поскорее вернуться на корабль. Давай убираться отсюда к черту. О нет, панель управления сломана. Мы застряли в какой-то дыре. Погоди, дай-ка я тебе помогу. Субтитры сделал DimaTorzok Ура! Ух ты! Супер! Мы спасены! Это чудо! Нет, это я. Капитан Призрак. Я способен менять реальность. Получилось. У меня по-прежнему есть сила. Теперь мне нужно сделать крутой костюм для Капитана Призрака. Для полетов мне нужен классный плащ. Хорошо, что у меня он же есть. В маске или без маски? Инкогнито или нет? Так. Шлем или маска? Давайте пусть будет маска. Ага, пока что все круто. Так. А что насчет брони? Ну, броня... Ну, если был бы шлем, можно было бы надеть тяжелую броню. А если маска, то легкая, конечно. Логично. Супер! Темный костюм или разноцветный? Ну, он призрак, значит, Капитан Призрак пусть будет темный такой, брутальный. Берегись, Монтроид. Я найду тебя. Капитан Призрак готов к бою. Здравствуй, субботнее утро. Сегодня я могу сделать все, что хочу. Так, субботнее утро, значит, у нас, да? Отлично. Ну что ж, хорошо. Могу поупражняться с использованием способностей. Отряд Монтроида. Ну-ка, что это такое? Каждому отряду супергероев нужен отряд суперзлодеев. Ясно. Секретная карта. Где-то там спрятан клад. Мне нужно лишь найти вторую часть карты. Интересно, это что-то сюжетное или нет? Ладно. Генри. Прости, ты слишком милый, чтобы бороться со злом. Берегись, суперзлодей. Сегодня я сделаю свой суперский костюм. Так. Что у нас еще тут? Есть листовка. Эх, я так хотел там побывать. Но папе нужно было смотреть плей-офф. Распродажа, да, какая-то? Угу. Суперкомикстор. Ясно. Супер-магазин комиксов, игрушки, комиксы, видеоигры, распродажа. Ясно. Папа вместо этого смотрел плей-офф. Что? Татуировка. А что удерживаете я, чтобы использовать сверхспособности, когда появляется значок? Давай-ка сначала осмотрим. Пора сделать секретную татуировку. Только мой отряд будет знать ее истинный смысл. Давай. Я уколы не боюсь, хотя на самом деле иголки мне и не нужны. Так. Оружие. Капитану-призраку не нужно оружие. Но чисто на всякий случай. Так. Что тут еще? Энергомедведь и Ноктариус. Не-не-не-не-не-не. Мы это уже смотрели. Так. Посмотреть. Ты готов к решающей битве между добром и злом? Крис! Иди завтракать. Хорошо, пап. Так. Ты готов к решающей битве между добром и злом? Играть, я думаю, что нет времени. Давай в рюкзак посмотрим. Я так рад, что уже сделал домашку. По-английскому. Мисс Троид очень добрая. И не успел прочитать. Ничего страшного. Там, по-моему, не было ничего прям серьезно важного. Это Крис. Вызываю летающую крепость. Ответьте, прием. Вас понял. Я здесь. Надеюсь, небесный пират. Что там на горизонте? Ты заснег снегоманта? Мне еще нет. Его трудно найти из-за метели. Идеальное прикрытие для внезапной атаки снегоманта. Будь начеку. Держи меня в курсе. Да, сэр. Вас понял. Спасибо, небесный пират. Конец связи. Я знаю, что где-то рядом снегоманта. Крис, иди сейчас же. Дай мне секундочку. Время вышло. Гостиница для насекомых. Шкаф. Рождественский. ТВ. Я могу использовать суперсилу. Силен. С пультом в руке. Так. Как много тут о список желаний. Санта, я ведь не слишком жадный. Ну и папа будет рад, что я захочу заняться баскетболом. Ну-ка, почитаем. Дорогой Санта-Клаус, я считаю, что вел себя хорошо. И вот, что я хочу на Рождество. Приключения Хаут Дог. Хаут Дог на Playbox. Консоль Playbox, соответственно, черную. Бумагу для рисования и фломастеры цветные. Зачеркнуто что-то там. Уроки игры в баскетбол. С уважением, Крис. Ясно. Будем знать, что он хочет. Так у нас уже есть какая-то приставка. Это, наверное, не такая, как он хочет. Что? Крис, я имею в виду, сейчас. Я знаю! Эй, Крис, ты лучше придешь домой, когда я холю. Если я позвал тебя завтрака, значит, надо идти. Иначе у нас будут проблемы. Но я без но. Это тебе не отель. У меня полно своих дел. Неприятненько вышло. Что у нас на завтрак? Омлет и хлеб. Серьезно? Воскресенье утром. Пивко? А ты чего хотел? Вафель? Ну, мы, конечно, мамсиками не будем. Скажем просто, что вкусно. Вкусно. Ой, ты бы хоть врать научился. Пап, я не вру. Просто яичница очень вкусная. Дружище, я не обижусь, если моя яичница тебе не по вкусу. Я знаю, что до маминных завтраков ей далеко. Знаешь что? Я начну смотреть кулинарные передачи и стану мастером крутых завтраков. А ты будешь моим официальным дегустатором, ладно? Угу, понял. Так. Вот, спрашивать или не спрашивать? Ладно, спросим. Ты пьешь пиво перед едой? Да, сегодня матч. Папам можно пить с утра. Пап, я... Эй. Спасибо, но мне неохота слушать нотации собственного сына. Я много не пью. Чем еще, по-твоему, заниматься? Ходить в церковь, как все эти ушлепки? Прости. Не ругайся плохими словами, ладно? Я не ругаюсь. Супер-герои не матерятся. Видать, меня в герои не возьмут. Не-е-е-е. Ты крутой. Как повстанца. Эй, как твоя рука? Не болит? С виду получше. Тебя кто-нибудь спрашивал про нее? Говорил что-нибудь? А что у него с рукой? Ну, вроде он нормально. Давай ответим, что все нормально. Нет. Все хорошо. Я выкрутился. Я просто за тебя волнуюсь, дружище. Ну что, ты, наверное, рад, что Рождество на носу? Я так люблю Рождество. Ага. Намек. Я надеялся, что Санта, может быть, подарит мне новую приставку, раз моя поломалась. Пусть Санта подарит мне новую работу. Ты точно приставку хочешь? Баскетбольный мяч 10 баксов стоит. Окей. Да. О, раз сегодня суббота, можем купим елку? Ты сказал, у нас будет живая сосна. Да, верно, и мы ее купим. Но сперва я хочу посмотреть матч, хорошо? Но ты всегда засыпаешь. Сегодня я не усну. А если усну, разбуди меня, и мы поедем за елкой. Обещаю. Ладно. Обещаешь? Ага. Сегодня выходные. Иди отдыхай. Поиграй на улице, там погода отличная. В общем, ты свободен. Гуляй, потом приходи на обед. Игра на паузе. Серьезно? Я, кстати, перепутал, мне и воскресное утро. Субботнее. Ну, это как бы не отменяя этого факта, что... Начинать пить с утра. Это крайне плохо. Пить как бы вообще нехорошо. Так, видимо, я так понимаю. Но я-то знаю, что... Уже поиграв во второй Life is Strange. Ладно. Как бы поступил капитан-призрак? Так. На тап всякие прикольные занятия. Угу. Так вот, я что хотел сказать, что... Поиграв в Таблайфе и Strange 2, я-то знаю, что они живут без мамы. Но вот, что-то понимали. Они без мамы живут вдвоем. Сын и отец. Так. У меня сильная команда супергероев. Но я должен слить за Монтроидом и его суперзлодеями. Это что такое? Я не позволю Бадожору одолеть меня на сей раз. Хм. Я смогу побить свой рекорд в Мастат Партии 2. Бану мне нужно разблокировать папин телефон. Спорим, что Монтроид все еще прачется на своей планете. В полном облачении я мог бы найти его, используя космический корабль. Хм. Я могу потренироваться к стрельбе на этих опасных пивных банках. Похоже, Снегомант хочет уничтожить наш город. А теперь только-только я могу ему помешать. Где-то здесь закопан клад капитана-призрака. Чтобы найти дорогу, мне нужно соединить две части карты. Теперь могу сделать костюм капитана-призрака. Думаю, у нас есть все, что мне нужно. А, я должен, типа, я все понял. Это, короче, типа квест. И я должен... Я могу помыть. Давайте. Этим тарелкам определенно нужна суперчистка. Хм. Я могу использовать силу. Господи, что там еще? Что за фигню ты там устроил? Я помыть хотел? Честно. А что теперь нельзя? Сорян. Пивные банки. Давай уберемся хотя бы. Фу. Пивные банки. Так. Выбросить. Я понимаю, что если я, ну, типа, распылю, он опять нашумит, и на меня опять, типа, отец. И до дна. Так. Что я еще могу сделать? Микроволновка. Ммм. Может, стоит приготовить еду для папы? Может быть. Так, на столе что? Газета. Скучно. А что тут написано? Полиция вновь столкнулась с протестами после убийца. Убийства. Сиэтл. Беспорядки. Акции протеста продолжают сотрясать город спустя месяц после загадочных убийств местного жителя и офицера полиции. Официального заявления полиции на сей счет до сих пор нет. Но, как подтверждают источники, жителя застрелил офицера плещи. А причина смерти последнего не установлена. Правозащитники обвинили управление полиции Сиэтла в халатном расследовании преступления. И это привело к началу протестов и беспорядков. Вот. Здесь, кстати, описаны события. Начало игры Lucky Strange 2. Напоминаю, если хотите, можете посмотреть. Прям клевое. Так. Что там за открытка? Я ни разу не видел здесь бобро. Да. Бивер Крик. Домбануться. Какой крутой город. Странно. Странно. Так, список покупок. Папа пойдет за покупками. Сахар, бумага, батарейки, кофе, пиво, молоко, чипсы, барбекю. Конечно, надо добавить мороженое. Куда же без мороженого? Так, посмотрим, что нам нужно. Пойдет. Пойдет. Так, давай-ка откроем. Что у нас тут? Молоко посмотреть. Пить макароны с сыром. Сейчас еще рано. Но я могу сделать макароны с сыром для папы. А то он ленится и ничего не ест. Давай приготовим. Что, нам жалко, что ли? А то я стакан разбил. Надо же... Начинаем от счета до запуска. 5, 4, 3, 2, 1. Так. Сколько она? Полторы минуты будет готовиться? Я вот что-то не хочу там суперсилу использовать. А, может быть, я типа использую суперсилу и она выключится в определенный момент. Так, давайте-ка походим, погуляем. Тут посмотрим, что-то еще есть. Газировку взять нельзя. За окном зима. Надеюсь, на улицу мы сможем выйти. Еще не готово. Все же, что он сделает с микроволновой печью? Облучить. А, типа я разогреваю. Жарься. Гори. Так, ладно. Таймер пускай ведется чередом. Так, дверь. Мы не открываем эту дверь зимой из-за снега. Выключатель. А это что здесь такое? Ну-ка, выключатель, пожалуйста, включись. Так. Елочное украшение, стиральная машина, одежда. Стиралка. Я могу использовать свою магию разума и помочь папе со стиркой. Давай. Давай поможем. Фу, от этой одежды даже воняет грязью. Так, стиралку. Теперь ты усвоишь этот урок и больше не будешь пачкаться. Так. А, елочи? А машинку же включить надо. Постирать. О, микроволновка. Надеюсь, я все правильно сделал. Так. Свет, свет и канат. Вот ты молочина, Крис. Ты лучше, чем доброботница. Только прибавки у меня не проси. Да ладно, че уж. Эй, малой, а почему микроволновка пищит? Ты ее включал? Дать папе. Включал. Еду тебе разогрел. Дошик. Будешь, Дошик? Пора перекусить. Ты это для меня приготовил? Ты всегда сидишь, когда смотришь игру. Вот я решил, что ты покушаешь здесь. Я могу макароны с сыром за пару минут приготовить. Неплохо. Очень неплохо. Ну, дружище, теперь ты у нас шеф-повар. Самые вкусные макароны с сыром были у мамы. В смысле? Да, она готовила крутые макароны с сыром. Но это лучший перекус во время зимнего матча. Спасибо. Песня, пера, попробуй. Лучшие макароны с сыром в мире. Так, хорошо. Что-то у нас еще было елочное украшение, да? Мы на них не посмотрели. Ключи. Машинка еще стирает. Папа пока не хочет вешать новогодние украшения. Они напоминают ему о маме. Эй, можешь взять трубку? Могу. А где? Ответить. Эй, кто это? Кто там названивает? Не знаю. А кто вы? Я рад, что вы спросили, молодой человек. Меня зовут Дерек. Я один из прихожан Всемирной Церкви Вознесения. Я хочу рассказать вам и вашим близким об Иисусе, нашем Господе и Спасителе. Наша церковь желает, чтобы вы и ваши близкие причастились к Святому Духу. Дух? Да мы просто на матчи смотрим. Помните, что наш Господь всегда присматривает за вами. Кстати, я могу поговорить с твоей мамой или папой. Ну, я сначала спрошу. Крис, с кем, черт возьми, ты там говоришь? Ни с кем, папа. Иисус. Мда. Сектантыш. Вынести еще можно мусорную медру? Прикольно. Телефонные номера. Крис, вот самые важные цифры для тебя в этом списке. О, да-да. Ха-ха, пап. Ну, конечно. А что, кто-кто? Пиццерия. Рейнольдс. Папин сотовый. 5-5-5-6-8-9-6-3-7-2. Так. Возможно, мне эти номера пригодятся. Так, газету я смотрел. Там все еще стирается. Здесь у нас ничего интересного. Так. Сотовый. Письмо. Дорогой Чарльз. Дорогой Чарльз. Короче говоря, мы хотим помочь и надеемся, что ты отправишь Криса к нам на весь следующий год или на столько, сколько сочтешь нужным и запишешься в группу поддержки. А, группа поддержки, видимо, бабуля и дедуля такие классные. Но я папу ни за что не брошу. Группа поддержки, видимо, ну, алкоголистов. А, анонимных алкогольков. Вот. Мы тебя никоим образом не обсуждаем, а просто хотим проявить любовь и заботу, пригласив твоего чудесного сына в наш дом. Письмо звучит близко и сухо, безлико и сухо, но мы хотим, чтобы ты все спокойно обдумал. Прости, если мы вмешиваемся не в свое дело. Мы крепко любим тебя и Криса. Мы будем помогать вам обоим. Всегда. Питер. Я не могу видеть, что папа продает дом. Станьте революционером. Хотите поиграть с Хоу Дог Мэн? Отправьте нам фото вашего ребенка с заляпанного горчицей. Каждый месяц мы разыграем море эксклюзивных игрушек. Вы рветесь к победе? Так, может, мы просто поучаствуем в конкурсе и типа выиграем? Нет? Ладно. Обеспечьте себе реальное будущее. Станьте риелтором уже сегодня. За 10 недель мы научим вас продавать дома и исполнять желания. Лиза Вина лучший агент по торговле недвижимостью на северо-западе. Она стала звездой НПР и получила звание лучший риелтор 2015. Щелкните здесь, чтобы записаться на курс со скидкой 10%. Понятно. Ого. Он снова хочет купить нам билеты? Он лучший папа в мире. Стань героем на Герой Коне 2017. Вступай в наши ряды. Портленд. Герой Кон 2017. 15-18 января. Выставочный центр Портленда. Более тысячи гостей, мероприятий и продавцов. Стань героем и зарегистрируйся сегодня. Вот хорошо. Это папа молодец, кстати говоря. Было бы круто запрыгнуть в выходящий поезд. Чу-чу. Вниманию кому? Мне. Вниманию всего персонала. На днях в нашем отделении в Говарде Биверкрик поступил многочисленный жалоб на группу подростков, запрыгивающих в поездах на ходу. За ними уже числятся ряд нарушений в других районах Северо-Запада. Не поддавайтесь на их провокации и не идите на конфликт. Вместо этого, обнаружив данную группу, немедленно сообщите о ней бригадирова. Если у вас возникли вопросы, обратитесь ко мне по электронной почте или лично в рабочее время. Спасибо. Майк Стивенсон, оперативный руководитель. Норс-Вест Рейлвей. Это, кстати, также было в Life is Strange 2. Мы знаем, о чем тут речь ведется. О, это папина страница. А что тут папина страница? В мире статистики. Все понял. Рейтинги, спорт, все дела. Так, выход. Я уверен, что смогу побить свой рекорд в Мистер Партий 2. А, не, 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 не надо. Не надо телефон разблокировать. А ты знаешь, как разблокировать папин телефон? Ой, нужен пин-код. Угадать бы? Нет. Назад. А то еще сейчас мы заблокируем его. С неудачными попытками. Надо сначала найти подсказки какие-нибудь. По этому поводу. Так. Что у нас здесь? Книги. Жаль, что я так и не сходил в поход с мамой. Тайные тропинки Орегона, Лаура Бордо и Дэв Дрэффин. Что еще? Это наверняка мамина. Она обожала искусство. Дух молодежи. Сиэтл, 1990-1995. Марк Джефферсон. А это, кстати, Марк Джефферсон. Это не с первой ли игры фотограф? Что-то мне подсказывает, что это он. Так. Фотография. Интересно, почему папа больше не общается с Нико? Парк Вестерленд. Посмотреть. Прости, папа. Прости, папа. Но это война. Конечно же, выстрелим. Он же игрушечный. Напоминает пистолет из Масс Эффекта. Ай, так нечестно. Я умираю. Ты не убьешь качка зомби. Нифига, я попал в голову. Но я супер зомби. А я супергерой. Тут не поспоришь. Зомби убит. Ладно. Капитан Призрак наносит ответный удар. Пойдет. Пойдет. Одобрено. Одобрено. Здесь папа не подкачал. Так, что еще за книги? Надо бы почитать. Города Боли. 50 убойных вестернов. Автор Мигель Фреско. Ясно. О, это, наверное, ужасы. Надо бы почитать. Дневники Беладонны. Автор Тиффани Крок. Хорошо. Что у нас здесь? Так. Дверь выйти? Нет, пока не хочу выходить. Баскетбольные картинки. Если бы я мог вернуться назад во времени, я бы сходил на его матч. В баскетбольной форме он выглядит совсем по-другому. Папа теперь так не улыбается. Победители чемпионата 2005 года. Так. Что по наградам? Папа был таким известным. Может быть, код телефона 2005? Давай поговорим с папой. Может, папа захочет посмотреть Анина? Папа. Эй. Эй, болельщик. Хочешь смотреть матч вместе со своим любимым игроком? Конечно, папа. Как дела у наших? Мы в кои-то веке надираем вам задницу. Я рад. Круто. Я люблю, когда добро побеждает. Угу. Я тоже. Ах. Давай поболтаем. А когда мы сможем пойти за сосной? Я же сказал, сразу после матча. Ты же не будешь так целый день клянчить. Нет. Прости. Так он закончился, ты ж выключил. А вы с мамой часто смотрели матчи? На самом деле, она не очень любила спорт. Правда? Смешно, правда? Но ей нравилось сидеть рядом со мной и читать. Это у тебя от нее стопудово. Круто. А что я получил от тебя? Ну. Ну. Мои героические умения. Верно? В баскетболе такие сложные правила. Они как алгебра, только лучше. Тебе просто нужно почаще матчи смотреть. Может, купим видеоигру про баскетбол и сыграем в нее? Это не самый лучший способ научиться играть. Но хоть что-то. Ладно. Я пойду. Не буду отвлекать тебя от игры. Ага. Приходи к концу матча. И готовься наряжать сосны. А можно мы возьмем с себя трехметровый? Только если ты сам ее срубишь, Викинг. И в наш замок она не влезет. Так. Как ты уже посмотрел? Че там, ставочки делаешь? Статистики смотришь? Печка. Посмотреть. Я замерз. Надо развести огонь. Так. Добавить полена. Только не обождись. Прощай, Полена. Печка. Давай. Гори же. Гори. Прикольно. Так. Динозавр. О. Похоже, Марти Рекс проголодался. Так. Играть. Мир динозавров открыт для гостей. Пожирай всех. Я Марти Рекс. А ты мой обед. Рааа. Все? Пойдет. Пойдет. Так. Журнал. Вряд ли папа не читает. Думаю, он просто берет их с работы. А это что за журнал? Товарня, огневник, путешественника на поезде, железнодорожная змея, ботаника. Что? А, битники в поезде Сан-Франциско. Все. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Так. Кстати, у нас там... Я могу взять ключи от машины. Так, ребятки, вам от меня не скрыться. Давай возьмем. Пап, я нашел твои ключи от машины. Вот куда они делись. Я был уверен, что они при мне. Видать, выпали вчера вечером из кармана. Положи их в миску, хорошо? Да. Открывать из список вещей, да? А, ну, ключи. Так, у меня есть ключи. Ключи есть, пока я их класть не буду. Я могу присесть на диван и посмотреть матч с папой. Если он меня заметит. Давай попробуем. Только матч выключен. На паузе стоит. Интересно, да? Нравится? Ладно, пойдем. Не мучайся. В тишине. В безмолвии. Это так вообще странно выглядело. Зачем он это пьет? Если потом только сердится. Ага, значит пьяный он сердится. Будем знать. Будем знать. Нас там, кстати, машинка не постирала. Что, что, что? А, нет. Кстати, давай попробуем 2005. Я уверена, что я могу победить мою высоту на мастер-парте 2. Ага, ага. А, и... Разблокировать. 2005. Ок. Неверный. Ладно. 2005 не подходит. Ладно. Включить. Очень долгая стиральная машинка. Очень долгая. Крайне долгая. Вот. Ну что ж. Думаю, на первую серию будет достаточно. Оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. И смотрите продолжение. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok